Казалось бы, как много и как часто вокруг нас звучит информация о том, что во всем мире особенно активны сейчас интернет-мошенники. Получив доступ к личным данным или перепискам, они изощренно манипулируют, стараясь вывести собеседника по ту сторону экрана на откровенный диалог. Под видом знакомых, друзей, родственников, а порой и сотрудников правоохранительных органов, банков, почты, они входят в доверие, которое после выливается в серьезные финансовые потери для жертв таких авантюр. В текущем году, к сожалению, мы можем констатировать значительный рост совершения тяжких, особо тяжких преступлений, которые так квалифицируются ввиду значительного ущерба, причиненного нашим гражданам. Такой рост произошел более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К сожалению, наши граждане продолжают ходить в банк, оформлять кредиты по требованию или просьбам злоумышленников для участия в каких-то мнимых специальных операциях, либо для отмены якобы оформленных на их имя кредитных обязательствах. И, соответственно, такие кредитные обязательства оформляются на счет наших потерпевших. В дальнейшем потерпевшие перечисляют эти денежные средства на те счета, которые указаны злоумышленниками. На текущий момент от действий злоумышленников наши граждане пострадали и перечислили в адрес злоумышленников уже сумму более 150 тысяч белорусских рублей. Самое сложное начинается после, когда необходимо обнаружить мошенника, который, как правило, находится не на территории нашего государства. Специалисты отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий постоянно внедряют различные механизмы, позволяющие раскрывать преступления более оперативно. Для этого здесь трудится команда профессионалов. Но самое главное – бдительными должны быть люди. И вот что в разговоре или переписке с мошенником должно их насторожить. Внимательно нужно читать содержание смс-сообщений, которые приходят нам из банковских учреждений. Там тоже содержится информация, так как граждане порой получают сообщение о том, что на ваш счет оформлен кредит, а потом слышат от злоумышленника о том, что нет, это не для оформления, а для списания ранее оформленного кредита. К сожалению, верят тому, что слышат, а не тому, что написан. Продавая какой-либо товар в сети интернет, тоже необходимо обращать внимание на то, с кем мы ведем беседу, и на те ссылки, которые нам предоставляют. К сожалению, практически все ссылки, которые нам предоставляют в беседе подобного рода граждане, они являются так называемыми фишингами, ведут на несуществующие ресурсы. Поэтому обратите внимание, что написано в адресной строке. В случае, если мошенник был установлен, все изъятое оборудование изымается для проведения исследований сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз. Поставить быстро точку в такого рода делах не всегда получается оперативно. Опытные мошенники ловко шифруют имеющуюся на их носителях информацию. Нередко в работе используются специальные вредоносные программы и другое оборудование. Но благодаря постоянному обучению и опыту работы, судебные эксперты все же ставят точку в запутанных делах. Киберпреступления в основном направлены, совершаются по различным мотивам, как и обычные преступления. То есть с целью обогащения преступника из хулиганских действий, по различным другим мотивам. И в основном это, конечно, денежный мотив, то есть преступник хочет обогатиться. Мы исследуем предоставляемые нам объекты, восстанавливаем удаленную информацию на носителях информации данных объектов, ищем признаки, следы преступника, которые он мог оставить на техническом средстве. Киберпреступность за последние несколько лет серьезно трансформировалась. Сегодня мошенники идут на достаточно серьезные ухищрения, чтобы обмануть доверчивого человека по ту сторону монитора. И, к сожалению, нередко это получается. Особенно бдительными стоит быть в ближайшее время. Совсем скоро начинается время скидок и предновогодних распродаж, чем злоумышленники не захотят пренебречь.